Я убит под Оржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки. Точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. Поэтический марафон под названием «И потери, и победы. Не забудем никогда» стартовал в мае этого года. В его рамках участники клуба «Любители поэзии», работающего по программе «Активное долголетие», читают стихи о войне, как известных авторов, так и собственного сочинения. Это наша дань памяти тем, кто погиб в борьбе с фашизмом. Это дань патриотизма, который мы должны воспитывать в нашей молодежи. Это, наконец, дань нашему русскому языку, отраженному в поэтическом творчестве, которое мы должны любить и сохранять. Все участники клуба сами выбирали произведения. Ночь, холодная землянка, перострелка, тишиня, небо чистое, как шклянка, топот быстрого коня. Я его помню со школы. Когда я сама родилась в Беларуси и читаю на белорусском, и почему-то я его запомнила со школьной скамьи. И оно такое, вот, именно, и оно актуально даже в это время. Раиса Зеленская посещает занятия клуба с самого его основания. Для марафона прочитала отрывок из поэмы Василий Тёркин. Я его очень давно, это стихотворение, ношу в себе. И всегда, если появляется такая возможность, я его почему-то читаю. Все выступления чтецов размещены на официальных аккаунтах клуба любителей поэзии в социальных сетях. Присоединиться к марафону может любой желающий. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.